Научный реализм. Этим видео мы начинаем лекцию реализма и антиреализма, и оно будет посвящено определению классификации научного реализма, так сказать, введения в проблематику. Основная проблема, ее можно охарактеризовать следующим вопросом. Можно ли утверждать, что научная теория корректно описывает реальность? И кажется, это очевидный вопрос. Естественно, научная теория, хорошая научная теория, они потому и хорошие, потому что они описывают реальность. Но, как мы увидим, это все немножко сложнее. Можно сказать, что реализм отвечает на этот вопрос утвердительно. Да, так и есть. Но мы как раз посмотрим, какая может быть критика и какая... Что делают ученые, что делают философы для того, чтобы ответить на эту критику. Значит, вот чтобы было понятно, в чем проблема научного реализма. Этого, казалось бы, такого правильного взгляда, не вызывающего сомнения. На слайде мы видим вот вопрос. Где были атомы до того, как их открыли ученые? Известно, что атомы, они говорили еще в Греции, в Древней Греции, но современное представление об атоме, ему где-то 100-150 лет. Один из вариантов ответа. Атомы были всегда, но мы о них просто не знали. Когда открыли научную теорию, тогда и узнали. Но здесь можно следующее возражение сделать. Научное представление об атомах менялось со временем. Можем ли мы быть уверены, что наше актуальное представление об атомах истинное? Ну, то есть, начиная с Древней Греции, где был введен этот термин, и заканчивая современными представлениями, они точно поменялись. Они, наверное, менялись даже в течение вот этих 100-150 лет. Что делать? У нас может быть другой вариант ответа. Где были атомы до того, как их открыли ученые? Второй вариант ответа нигде. Мы их сконструировали, чтобы лучше управлять миром. Вторую часть этого утверждения, чтобы лучше управлять миром, мы о нем еще поговорим отдельно. Но заметим, что если действительно атомов не существовало, мы просто придумали некоторую модель, которая позволяет нам лучше оперировать в этом мире. Ну, да, это такой взгляд может быть. Мы его уже изучали. Он назывался, например... Мы затрагивали такой взгляд, который, понятно, называется конструктивизмом. Уже в сильной, в социологии и науке мы еще об этом поговорим и в дебатах по поводу реализма, научного реализма. Такая позиция называется антиреализм. И она имеет тоже свою классификацию. Но сейчас поговорим о реализме. Значит, у нас может быть первый такой взгляд называется... Можно назвать его наивным реализмом. Значит, два постулата. Первое. Реальность существует вне зависимости от нашего сознания. Она объективна, поэтому не зависит от нас. И реальность определяет мышление, накладывая отпечаток на пассивный ум. То есть мы всего лишь воспринимаем мир, который нас окружает. И если мы его корректно описываем, то вот, собственно, это и есть реализм. Почему он наивный? Ну, потому что он не учитывает некоторые вещи. Вот, смотрите. Этих вопросов может быть много, но один из них, мне кажется, наиболее... Вот этот пример кажется наиболее очевидным. Итак, у нас есть химическая таблица элементов, у нас есть химические элементы. Некоторые из этих химических элементов, которые мы сейчас как бы знаем, они являются искусственными, они синтезированы. И у нас возникает вопрос. Они, вот эти элементы синтезирования, они существовали всегда? Или это продукт нашей концептуализации мира? Вот на слайде мы можем видеть, к сожалению, цвета, кажется, почти соединяются, почти неразличимые. Сиреневый, ну, такой более темный и более светлый. Вот более темные – это искусственные химические элементы, а более светлые – это они и искусственные, и найденные потом в природе. Значит, вот если мы не нашли эти элементы, ну, то есть мы синтезировали их, но в природе их не встретили, значит ли, что они когда-то нам встретятся в природе, или мы ее дополнили? Если у нас есть эти химические элементы, которые до этого не встречались в природе, является ли это просто отражением объективного положения дел, да, реальности? Или мы ее сконструировали? Мы можем сделать еще много, ну, это пример из науки, из естествознания, но понятно, что вот весь область социальных наук, как она устроена, экономика, да, та экономика, которую у нас сейчас описывают очень сложные человеческие взаимоотношения, раньше их не было, да, что это – реальность или нет? Например, глобальная торговля. Поэтому мы можем сделать еще такое дополнительное, усовершенствовать определение реальности, реализма. Это, ну, вот ее можно назвать как реализм здравого смысла. Значит, наша реальность имеет структуру, существенно независимо от того, что люди думают и говорят о ней. Ну, вот первая часть, как и наивной. Дальше добавляется. За исключением того обстоятельства, что мысли людей, теории и символы также относятся к реальности и могут на нее повлиять. Да, вот это дополнение сделано в том числе и для того, чтобы, ну, под нее подпадает и синтезированные химические элементы. Да, мы их, мы придумали, как их сделать, да, мы их описали, мы придумали им названия, да, значит, и они являются частью нашей реальности. Почему это называется реализм здравого смысла? Потому что иногда разный научный реализм может определять немножко по-разному, вот, что такое реальность. Пока это такая рабочая и, кажется, так полное хорошее определение. По поводу реализма мы можем сказать, что есть две версии научного реализма, вот, с точки зрения их вот оптимизма и пессимизма. Значит, оптимистическая версия, это мы можем быть уверены в истинности наших теорий. Но вот тут возникает вопрос, например, теория Струн, это, если мы реалисты, да, значит, она истинна или нет? Поэтому можно ввести следующее определение, это пессимистическая версия. Нам не обязательно говорить, что все научные теории истины, да, можем говорить, что только некоторые из них истины. И вот этот вот пессимизм, он будет тоже в градации, можем сказать, что только большая часть, например, ложная, но некоторые истинные. Или наоборот, мы, может быть, более оптимистичны и скажем, что большая часть истины. Для этого вводится термин, который мы еще будем использовать, зрелая научная теория. Зрелая – это как бы истинная, а незрелая – это еще непонятно. Теория, которая еще только создается, она может дополняться, и какие-то ее элементы перерасмыслятся. Ну, вот, например, теория Струн. Дальше мы можем сказать, разбирать реализм, научный реализм, говоря о трех тезисах, выделяя в вот этой теории три тезиса. Первый – это метафизический. Мир имеет определенную и независимую от наблюдателя структуры. Мы должны признать, что вот мир имеет такую структуру. Второй тезис – это семантический. А научная теория объекта, постулируемая научными теориями, всегда зависит от какой-то истинности. Иными словами, они могут быть либо ложны, либо истинны. Наша научная теория. Или объекты, которые, например, атомы, они могут быть либо истинны, наше представление об атомах, либо ложны. И третье – эпистемологический. Это зрелая и поисказательно успешная научная теория является приблизительно истинной. То есть мы можем познавать мир. Мир не только имеет определенную структуру, и она не зависит от нас. Но и мы можем ее познавать. Наши теории могут быть… Вот тут вопрос, да. Они могут быть либо истинными, точно истинными, либо они могут быть приблизительно истинными. Хорошее допущение. Оно позволяет нам, ну, позволяет реализму, как бы дает ему немножко возможность для, ну, скажем так, торга. То есть, вот скажем, где эта приблизительная истинность. Значит, то есть, если вдруг выяснится, что атом, наше представление об атомах должно быть скорректировано, мы можем сказать, да, окей, мы так и думали, это наше актуальное представление об атомах. Это только приблизительная истина. Значит, дальше мы можем сказать про типологию научного реализма. Их три. Типа, значит, один из них – это реализм объектов. Энтити-реализм. Научные теории корректно описывают объекты, но не отношения между ними. То есть, атомы существуют, однако отношения между ними для человека, то есть, мы их моделируем, они, да, нам, они могут быть эффективны, но при этом, наши модели могут быть эффективны, но при этом мы ничего не можем о них сказать. Наверняка, да. Мы скептичны, скептики по отношению, к отношениям между реально существующими объектами, которые реально можно описать научной теорией. А структурный реализм будет-то противоположным. Научная теория корректно описывает структуру, особенно, например, пользуясь математическим языком, но не сами постулируемые объекты. То есть, мы можем описать, как бы, что такое атом, которого мы никогда не видели, ну, которого мы никогда не видели своими глазами, да. Мы не можем сказать, но зато мы можем хорошо описывать эти отношения и на базовом уровне, по крайней мере, физики, существуют, ну, наши теории адекватно описывают реальность. Это структурный реализм. Замечу, что, например, для структурного реализма вовсе не обязательно утверждать, что все научные теории во всех областях, например, в социальных науках, являются реальными. Скорее, наоборот, мы можем только редуцировать, да, то есть, сузить вот этот круг теорий, которые реально описывают мир, до, например, каких-то базовых отношений физического мира. И третий тип научного реализма, и о нем я, наверное, поговорю более подробно в каком-то из видео, это перспективизм, это теория относительно новая, наверное, она самая новая из всех предложенных, хотя сами все предложенные типы научного реализма, они, ну, зарождаются где-то с 80-х годов 20-го века. Перспективизм является наиболее молодой, можно говорить, что это уже начало 2000-х годов. Итак, научные теории корректно описывают отношения объекта, однако они всегда обусловлены перспективой. То есть, у ученых есть своя какая-то перспектива, у разных ученых может быть разная перспектива, ну, например, у представителей разных наук, значит, может быть разная перспектива, однако это не мешает нам сказать, что научная теория истина. Ну, вот на этом я закончу типологию определения реализма. Дальше мы посмотрим, какие возражения можно выдвинуть против реализма, что в данном случае эта концепция оказывается не настолько очевидной, как, может быть, это кажется в самом начале. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...